Всем привет! Привет Николай! У нас тут из Дашиной комнаты, пока Дашки и Светки нету, мы тут сушильную комнату себе сделали. У нас тут и сушильная комната. В общем, не, ну у нас же со временем здесь она и будет, у нас это как коридорчик такой. У нас тут будет где окошечко, у нас здесь будет выход туда на улицу. Вот, и она у нас тут и будет в принципе сушильная комната. Ну пока Месь тут спит, спала вернее, и спит, и будет спать, наверное. Дарья Сергеевна пока Месь, со Светланой Батьковной. Светлана Сергеевна тоже же у нас? Прикинь, да? Так, Сергеевна, Сергеевна. Так, что, Коля наконец-то делает мерезетку в ванную. Вот провод идет, 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 и он сейчас зайдет у нас в ванную. Это не тот провод, это тот провод. А, этот, который сверху провод, да? Да. В общем, короче, вы видите, какой у нас тут бардак. А это вот, смотрите, какие фотки, да? Прикольные. Это еще Вадик делал Даша, сюрприз на День святого Валентина в прошлом году. Пока Дашки дома не было, он быстренько пришел, нацеплял их фоточки. Видите, какие прикольные, да? Все, так сказать, их не события прикольные. Это они, вот смотрите, маску делали вдвоем. Уже скоро они приедут, уже 5 или 6 дней, да, Николай остался? 5 или 6 дней они приедут. Так, у нас тут все на куче, видите? Все подряд, все, все абсолютно подряд. Я же говорю, сделали, пока их не было. Здесь сушилку себе, тут и игрушки. И, в общем-то, немножко склад перекочевал сюда. Обычно склад у нас в комнате, а этот немножко сюда перекочевал. А я сегодня решила, она готовит все и сразу. Потому что, я так понимаю, что с этой больницей у нас, вон, чемодан за Николаем стоит. И все на куче. У нас пока, я же говорю, что пока я в больнице, у меня нет времени абсолютно даже готовить толком. Поэтому сейчас и борщ готовлю, и печень готовлю, и паштет готовлю, и рыбу буду готовить. Ну, короче, все до кучи. Так, поскакала я на кухню. Не буду, а? Все и сразу. Да, все и сразу. Да, я думаю, это вот. Ты давай мне там, смотри, аккуратно. Как долбанет током. Я стараюсь. Спартанские условия, короче, все как полагается. Ну, что, ну. Воскресенье удался, да, Николай? Да, отдохнули. Отдохнули, все как полагается. Так, пошла. Так, привет, привет. А то я тококолю вам показала. Сейчас себя покажу. Красавица страшная, я вам. Вся полатаная, залатаная, блин. После этих капельниц. В общем, короче, не знаю. Сегодня мне написали в комментарии, читала комментарии, что типа может внутренний быть отек. Ну, то есть, по наружу не видно, ну, как бы не чувствуется. А внутри может быть и за капельниц отек. Вот. Ну, дело в том, что я скажу, что мне уже и снаружи видно. Я прям вот по это самое, по себе чувствую, даже в зеркало посмотрела. Говорю, что прям мне вот. И я ей же объясняю, говорю, вы посмотрите, у меня аж как бы это. Это вам кажется, это вам кажется. Все, мы брали пробы, все у вас хорошо. Ну, короче, в общем, слава богу, будет завтра, по-моему, последняя капельница. Блин, понимаете, капец. Ой, что самое интересное. Делают, я не знаю, как оно внутри там работает, эти капельницы. Помогают они мне или не помогают, но снаружи они работают очень плохо. Потому что я же говорю, у меня прям начали их глаза слезиться. Знаете, вот такое состояние, как щипают постоянно. Вот. Но она говорит, что они не помогают, понимаете. Стоит кучу бабла, понимаете, еще делают себе хуже. Короче, что есть сегодня? Вчера хотели мы отдохнуть, у нас это не получилось. Пока месяц получается, я на капельнице была, коли я решала по поводу кнопки серебряные от Ютуба. Вы понимаете? Прислали нам что-то там в Киев, с Киевом мы это все дело получить не можем. Но там целая, короче, вот такая история. В общем, с этой кнопкой я уже, когда что-то будет понятно, что это самое, я уже вам расскажу. Там целая история, можно целый видосик снять по этому поводу, да. Как мы ее получали. На улице у нас снег лежит, но уже тает. Прямо вчера был мороз днем, все. А сегодня прям плюсовая температура, ну, по-моему, плюс один, да, всего лишь. Что-то там такое, ну, немного, немного, но все тает, 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 тает. Потихоньку сляпка сейчас начнется, это будет ужас. Но нам, слава Богу, прочистили немного этот же, да, мы сегодня выложили видео? Угу. С утра, да. Прочистили немножко дорогу, вы что у нас никогда в жизни не чистили? Я не знаю, кто-то тоже написал, говорит, это, наверное, у вас кто-то из подписчиков посмотрел, кто у вас в Кировограде живет, да, приехали почистили. Не знаю, кто там приехал почистил, но вам большое, огромное спасибо. Вот, потому что у нас действительно, извините меня, здесь никогда никто не чистил. Это ж кошмар, это ж тут, понимаете, слякоть, грязь, оно когда снег перемешивается, это вообще ужас. Так ощущаю, что здесь просто не люди, понимаете, живут. Так, что я готовлю? Я готовлю на всю неделю, ну, как на всю неделю, на сколько хватит, короче. Вот, потому что, опять же, в понедельник уезжаю, неизвестно, во сколько приеду домой, во вторник, опять же, что уезжаю. Вот, и опять же таки, хотела попросить извинения, кому не отвечаю на комментарии. Я вижу, там, ко мне и новенькие подписываются тоже, вот, тоже прочитала, что подписалась новая подписчица. Вот, а ответить, блин, не успеваю, понимаете, думаю, сейчас ей отвечу, скажу спасибо, там, кто-то все, другие обидятся, что, типа, вот, ага, значит, новая ответила, а нам, типа, нет. Не успеваю, не успеваю вообще. Я очень благодарна вам, что вы мне пишете. Если вам не тяжело, пишите, пожалуйста, и дальше, поддерживайте нас. Это, знаете, эмоционально очень заряжает и подымает, когда видишь, что столько людей желают тебе здоровья. Это очень-очень эмоционально, знаете, как, когда приходишь, вот, приехала домой вчера, вообще, вот, вообще разбитое. И, знаете, мне так было, как-то, так аж обидно, печально, а я же даже прослезила вчера. А вот, а потом, знаете, комменты почитала немножко так, и смотрю, столько народа желает здоровья, думаю, что, так, блин, все классно, что я, блин, что я в память, короче. Что, я готовлю быстрый борщ. Падла мне было с буряком совсем возиться, ну, мой, видите, написано, борщ 2018. Вот, это же моя заправочка, вот эта вот, которая борщевая, она классная такая. Я уже здесь, у меня здесь отварилась фасоль, вот, уже картофочку я забросила. Вот, мне осталось забросить борщевую приправку и капусту. Вот у меня капустка нарезана, поперчила немножко. А здесь я готовлю, здесь у меня, значит, сальные шкварочки, сало разморозили сегодня, уже с лучком пропариваются, прожариваются и с морковочкой. Для чего я это делаю, ребята? Будет у меня замурчательная, просто замурчательная штучка с этим, с печенью. Это будет у нас паштет, печеночный паштет. Значит, это все потом я прожарю, а потом отварную печеночку. Правда, она уже разморозилась, а то она сейчас... А то она сейчас у нас лежит в ванной, вот таким большим шматом замороженная. Вы поняли, там по пакетикам фасовали и влажные пакетики сложили друг на друга. И получился такой шмат, сейчас весь осмороженный. Поэтому сейчас немножко отморозится. Коля ее отковыряет, потом я ее отварю и все вместе на мясорубку перей. И это самое... Вот такой паштет, ребята, вообще шикарный просто. Что, сороки, да? Сороки-вороны у нас утром дрынчат. Вот еще салка у меня, остатки, то, что я разморозила. Сейчас я его почищу под это самое. Это, наверное, половину я отварю и сделаю такое нашпигованное отварное сало, такое в этих луковых шкурочках, такое вкуснячее. А вторую половину просто вот там, где более чище. Не договорила за сало, блин, фотик отрубился. Я же говорю, что то в последнее время у нас и с аппаратурой вот такое, и с жизнью вот такое точно, что я говорю, там садись, падло. И такие, а-а-а, чтобы у вас все не получилось, а-я-я. Короче, ребята, я же говорю, что то раньше снимал по полчаса, и нормально все, хватало. Сейчас вот пять минут отснимаю и да, отрубается. Нет, бывает и три минуты, вот же ж было. А, три минуты, да? Три минуты раз я завис. Он не отрубается, он зависает. А, он зависает. Ну, короче, в общем, не пойми, что с тем фотиком, в общем, надо обновлять, так сказать, наверное, аппаратуру. Сколько ему уже? Да ему уже 10-10 лет. 10 лет. Не, ну мы им раньше так часто не пользовались. За последнее время мы начали вот так вот часто пользоваться. Так, ну, короче, что, за сало я не договорила. Второй кусок сала я такой правенький возьму, сделаю. Просто засолю, у нас же борщик, понимаете? Вот, так, борщику что? Сало. Сало соленое, и то есть чесночком. Чесночком. Да, я вон еще рыбку немного размораживаю. Ну, это обычный этот, как он, господи. Как оно? Мойво, что ли? Мойво, да. Мы любим мойву просто в мучичке и просто на сковородку. Просто так, знаете. Вот, тем более сейчас Олежка должен прийти помогать. Хотели же устроить сегодня выходной себе? Ну, какой же выходной елки-палки. Там резетка поломалась, тут надо жрать, готовить. Там вот пока бы из погоды более-менее не мороз, надо ж погреб все-таки, да, укрывать уже, переносить все банки все, потому что они там, ходишь в старом доме, пересыпаешься через те банки, блин, постоянно. Вот. В общем, вот так вот у нас пройдет сегодня воскресный выходной день, можно сказать. Так, ну а что я готовлю, я готовлю. Я готовлю все подряд. Вот у меня, видите, такие вот те заготовочки, которые я делала. Ну, все, все. О, блынкнул свет. Коль, ну давай еще сейчас и свет поломается. Будет вообще весело. Загорела вторая часть лампы. Ага, у нас еще и лампа, видите, то горит, то не горит. Короче, что-то началось такое, не пойми что. Я вам скажу. Это прямо, знаете, что-то здесь явно не так. Кому-то явно мы не нравимся. Ну, да, и просто все, у нас же время выходит, всему срок. Да, только просто бывает, знаете, как. Оно все одновременно, да. Одновременно все, как навалится и, блин, кажется, что прямо уже наступила такая вот полоса, прям блынкает. Да, да, да. Видите, одна часть загорается, другая тухнет. Короче, все. Все пропало. Это что-то, что-то здесь не чисто. Короче, вообще, вы представляете, а у вас так бывает, мне вот интересно, что вот все вроде ничего-ничего, потом одним махом начинает все ломаться, компьютер начал объяснить. Мы сколько видео пытались склепать, короче, все на днях склепали какое-то видео, мы так его и не склепали на этот канал, на кулинарный. Ой, короче, клепали-клепали видео, мы уже его совместили, уже и музычку подставили, уже и надписи подставили, все сделали, только бабахи отрубается в компьютер. Заходим заново, естественно, все оно, это самое, аннулировалось. Короче, ну что будем? Ну, посидели, позлились, позлились, давайте еще раз. Еще раз склепали, музычку подставили, все сделали, все, все, все. Все. О, 75% загрузки, бабах, вырубается свет. Ну, это вообще, вот скажите, это вообще, вот такая, это, и вот скажи, что здесь, короче, не работают какие-то черные силы. Это просто, понимаете, это просто какое-то наваждение, это какой-то просто кошмар. Вот. Ну, в общем-то, я не знаю. И вроде с проводами, нельзя сказать, что провода там какие-то плохие, ну, в смысле, по улице. Нам как раз в прошлом году, да? Да, поменяли все. Поменяли столбы, поставили новые, эти новые большие провода, вот эти толстючие повесили. И у нас там, в принципе, по дому разводка нормальная, все. Что такое, не пойми. То есть, то, что это самое, то, что именно свет отрубается, понятно. То, что техника начала вот это вот барахлить. Ну, короче, все до кучи, и фотик, и компьютер, и, блин, лампочка, даже на ваших глазах, вы же видели, блин, тут все, лампочка, это как она называется? Лайд-лампочка. Пол-лампочки, кто загорается, пол не загорается, что за бред, понимаете? Ну, это ж такое. Не пойми, что, не пойми, как. В общем, ничего полезного, может быть, сегодня не рассказала. Не показала, а вот, рассказала просто о своих планах, о наших, вернее, планах. Стоюсь в корсете, вот, корсетик на мне, потому что и спинка начала хватать. А что начала хватать? Потому что в холодной палате лежу, а мне нельзя промерзать. Вот тебе, пожалуйста, спинка хватает. Короче, сегодня у нас вот так вот все, как всегда. Ну вот, домашние. Мы отдыхаем, короче. Да, мы сегодня отдыхаем. Домашние хлопоты, заботы. Что-то сейчас малой приедет, надеюсь, сколько сейчас уже? Наверное, час дня? Да, да, где-то. У кого-то. Да, час дня. Вот, малой сейчас приедет, поможет Коле что-то по улице поделать. Я доделаю тут еду. Вечером уже ценим какой-нибудь фильм, посмотрим. Но мы сейчас, знаете, в последнее время что смотрим? Всякие рождественские такие фильмы, да? Угу. Ну, мультик вчера был классный. Как он назывался? Да его вариантов этого мультика много. Как он? Про этого, Скруджа. Не Скрудж Макдак, который? Что-то рождественский. Рождественский какой-то там, я не помню. Рождественская история? Да, рождественская, по-моему, история. Когда этот, значит, был очень богатый этот скряга такой, дядька, в общем, он был сильно жадный. И его там это, как, духи старого Рождества, нынешнего Рождества и там и будущего таскали, за ночь протаскали по людям. В общем, он потом стал добрый, начал себе денежку раздавать. Ну, такой мультик, мультик, понимаете. Но его, кто его только, наверное, не делал. И Дисней его делал, и не Дисней. И Дисней его делал, по-моему, переделал три раза. То есть, в новых вариациях там разных. Ну, в общем, сколько его не смотришь, он всегда классный, он всегда классненький такой, ой, опять зацепилась. В общем, его смотрели вчера. И вообще, рождественские вот эти всякие, включаешь себе, ну, так знаете, вот эта музычка, вот это у всех елочки, у всех такое хорошее настроение. Там какие-то такие чудеса происходят. Ты сам, знаешь, начинаешь верить во всякие чудеса. Надеемся, что мы вот это вот все, все вот эти вот электрика, все проблемы с техникой останутся в этом году. Ну, а мы уже перепрыгнем в следующий Новый Год без вот этих всех проблем. Потому что, конечно, да, бывает, что наваливается, наваливается, уже сядешь такой, блин, капец, ну, что это такое? А на самом деле это просто стечение обстоятельств. Нужно так всегда думать, быть на позитиве. Поэтому, ребяточки, что-то поломалось, отремонтировали и не думаем, что это черная полоса. Гоните ее прочь, эту полосу. Вот. И буду всем счастьем. Как я люблю говорить. Так что так. Ну, в общем, что? Спинка выздоровеет, электрика отремонтируется, техника отремонтируется. Главное, чтобы мы были живы и здоровы. Правильно? Правильно. Так что так. Всем добра, всем уюта, всем тепла. Хороших праздничного настроения. Как раз тем более уже конец ноября, уже декабрьские вот эти все начинаются дела. Уже магазины, я же говорю, сияют всеми красками, всей красотой. Там такая, блин, красота везде. О, Господи. Потом смотришь, аж уже скоро в центре, наверное, елку начнут наряжать, да? Угу. А вот всегда же там где-то 5-7 ноября, ой, декабря начинают наряжать потихонечку. Ну, по крайней мере, ставить вот эти все опоры. Вот. У меня малые скоро приезжают, через 5-6 дней, да. Вот. Посъезжают со всем. Я им пообещала наготовить море, холодца и всего остального. Вот. Поэтому так. Поэтому я счастлива, довольна. И всех, 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 всех с наступающими праздниками. И делюсь немножко своим счастьем и радостью. Все. Всем пока-пока-пока-пока.